Продолжаю повествование о грядущей уже в ближайшее время войне на Украине и чем это все для РФ может закончиться. В первой части речь шла о том, почему данное противостояние неизбежно и кто от него выиграет. Советую почитать, повторять не буду. История не учительница, а надзирательница, она ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки. В. О. Ключевский. Продолжаю исторические параллели. Ничто не предвещало беды, когда 29 июня 1914 года газеты сообщили об убийстве в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Это стало сенсацией, ибо Балканы всегда были взрывоопасным регионом. Основную массу аристократического общества политика трогала мало. Им было и без того, о чем подумать. Мысли занимал Уимблдон и назначенный на 16 июля Королевский бал, где должны были присутствовать представители самых знатных семейств Европы. За этим следовали конные бега в Гудвуде и парусные состязания в Коус, где собирался участвовать брат Кайзера и зять английской королевы Александры, прусский принц Генри со своей яхтой Кармен. Начало Первой мировой войны опрокинуло надежды на лучшее будущее многих народов мира. Какая-нибудь проклятая глупость на Балканах, предсказывал Бисмарк, явится искрой новой войны. Так описывал начало Великой войны в своей книге Первая мировая. Во главе Дикой дивизии. Записки великого князя Михаила Романова, хронограф тех событий Владимир Хрусталев. Как видите, и сто лет тому назад все было как сейчас. Ничто не предвещало приближающейся войны. Жирующая аристократическая публика беспечно вкушала радости жизни, тряся за даме по балам и заедая клубнику сливками на теннисных кортах и ипподромах. Рабочий люд работал в поте лица, не покладая рук по 10-12 часов. Жизнь шла своим чередом. Так неспешно начинался блистательный XX век, сулящий, казалось, всем только добро и процветание. Но неизбежный ход истории уже диктовал ей тот ужасный итог, которому человечество и пришло всего лишь месяц спустя после убийства наследника Австро-Венгерского престола. Старые империалистические хищники, поделившие на тот момент между собой контроль над всеми ресурсами планеты, в упор не замечали растущие аппетиты молодого хищника Германской империи, который остался ни с чем, опоздав к разделу пирога. Так долго продолжаться не могло Иота фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи, тут как в воду глядел, к счастью своему, не дожил. Поэтому, когда случилась сущая ерунда в Сараево, где 19-летний террорист-самоучка Гаврила Принцип из пистолета убил несчастного эрцгерцога Франца Фердинанда и его марганатическую супругу, герцогиню Софию Гогенберг, это стало тем спусковым крючком, который испустил ту вереницу событий, в результате которой уже спустя месяц в войну по принципу домино были втянуты большинство стран Старого и Нового Света. В итоге, кровопролитная Первая мировая, больше известная в Европе как Великая война, растянувшись на целых четыре года, закончилась крахом четырех империй, участвовавших в ней, российской, германской, австро-венгерской и османской, и гибелью 18 миллионов. Говорят, что грядущая поощряемая из-за океана российско-украинская война по человеческим жертвам переплюнет Первую мировую, но то, что по своим последствиям для всего мира, она сможет прямо с ней конкурировать, это факт. Мир снова вернется к биполярному устройству, а Америка снова и надолго сможет упрочить в нем свое доминирующее положение мирового гегемона. Правда, не единственного, останется еще и Китай. Но после поверженной на правах страны изгоя России, с ним Вашингтону справиться будет уже легче. Особенно, когда весь остальной свободный мир вынужденно сомкнет свои ряды вокруг оплата мировой цивилизации. Я не буду еще раз повторять все ништяки, которые обретет Белый дом от этой войны, но то, что Россия в результате будет опрокинута в прошлый век, примите это как доказанный медицинский факт. Железный занавес 2. Это то лучшее, что она сможет получить за военное вторжение на территорию независимой суверенной страны. И винить в этом она сможет только себя. РФ стала заложником ситуации, которую сама и смоделировала в 2014-м, аннексировав с точки зрения мирового сообщества, Крым, и поддержав воюющие республики Донбасса. Я не говорю, что этого не нужно было делать, я утверждаю, что не надо было останавливаться на достигнутом, сказав А, нужно было говорить и Б, либо сохранять режим Януковича, либо устранить силовым путем засевших в Киеве заговорщиков. Первый вариант лучше, но тогда Крым мог остаться за Украиной. А теперь у РФ ситуация безвыходная. Не явиться на войну она не может, особенно если Киев рискнет возвращать себе силовым путем Крымский полуостров. Овязавшись в эту войну, она рискует, даже победив в ней, а другого варианта и не будет, полностью после победы уйти, в маргиналитет, со всеми вытекающими последствиями данного положения. Ситуация патовая и загнали в нее мы себя сами. Обвинять же в этом злодея Байдена я бы не стал. У него в его граде на холме ситуация аховая, и выжить он может только за наш счет. Боливар не выдержит двоих. Его предшественник попытался выправить ситуацию, развязав торговые войны с Китаем и всем остальным миром, и проиграл. Китай оказался ему не по зубам. Старикашка Байден просто пошел другим путем. Самым простым и очевидным. То, что этим путем не пошел Дональд Трамп, делает ему честь, он всегда нравился мне и не только мне. Маркеры грядущей войны и что делать Путину. Теперь поговорим о маркерах, которые позволяют мне утверждать, что война неизбежна, и что начнется она уже в ближайшее время, если, конечно, Вова Путин ничего не придумает. Он и так сейчас предпринимает максимум усилий, чтобы отвратить Украину от прописанного ей Вашингтоном сценария, но шансов хоть как-то повлиять на нее у него ноль. От слова зеро. Ему нужно перехватить инициативу, сыграть первым номером, асимметрично как он всегда это делает, и то, чего так боятся наши враги, но вариантов немного. Я бы на его месте просто попытался сломать прописанный Америкой план путем игры на опережение. Когда планы засвечены, смысл их реализации падает в разы. Нужно просто выйти в прямой эфир с привлечением массы журналистов, с официальным заявлением, что в случае вторжения ВСУ на территорию ЛДНР или Крыма, у России просто не останется никакого другого варианта, как не ответить всем, имеющимся у нее в наличии арсеналом военных. Именно военных. Средств. Ответственность за это и возможные последствия будут лежать исключительно на директоре этой банановой республики и тем, кто за ним стоит по обе стороны океана, я имею в виду Лондон и Вашингтон. Не думаю, что подобное заявление останется незамеченным, Путина убийцу заметили даже на полях выступления Байдена, но после этого руки у Москвы будут развязаны, мы вас предупредили. Какие к нам претензии? А готовящиеся санкции против нее будет применять уже как-то не Камильфо. Тем самым жертва и охотник меняются местами. Москва из жертвы манипулятивного управления сама становится манипулятором, меняясь местами с охотником Байденом, хотя заряженное кортечью ружье все еще находится в его руках. Надеюсь, страны агрессора превратилась в сторону российско-украинского вооруженного конфликта. Но возвращаемся к маркерам готовящейся войны. Первый из них указан выше. Официальный Киев вдруг неожиданно изменил повторяемые многократно в СМИ, навязываемые обществу как отче наш месседж о России стране-агрессоре, впервые в официальном документе постановления Верховной Рады, заменив его на участника российско-украинского вооруженного конфликта. К чему бы это? Ответ, как ни странно, прост. Украина из жертвы агрессии, которая всего лишь обороняется, сразу превращается в сторону, которая и сама может ответить и перейти в наступление. Мелочь вроде, но таким образом общество готовит к возможному наступлению Украины по всем фронтам. А шо, рабяты, на святое дело идем, землю родную у агрессора отбивать. При этом, не объявляя войну России, Украина уже задекларировала, что является ее стороной, стороной российско-украинского вооруженного конфликта. Какой вывод из этого следует? А следует очевидное, на границах с Россией ускоренными темпами формируется государство, которое даже не считает нужным скрывать, что главная его цель война с РФ. И делать вид, что этого государства там нет, или что оно не собирается воевать с Россией, уже невозможно. И если РФ до последнего времени, исходя из своих исключительно экономических интересов, и СП-2 тут далеко не последний, не признавала этого факта, то после данного утверждения делать это будет уже невозможно. Тем более, что данный пассаж уже официально закреплен Киевом в его военной доктрине, где Россия обозначена единственным врагом страны жовто-блокитных скамеек, а смыслом существования Украины является членство в НАТО. Удар по уклонистам. Новый закон о призыве в армию. Тотальная мобилизация. Вся страна под ружье. Параллельно с этим непосредственно президентом был внесен в Раду новый законопроект, меняющий порядок призыва в армию резервистов. Причем кардинально. Теперь, даже не объявляя тотальной мобилизации, не говоря уже про объявление войны, государство принимает на себя право за сутки призвать все мужское военно-обязанное население в возрасте до 45 лет. Для офицеров запаса до 55 лет. Правда, в принятом законе последние обстоятельства почему-то не прописано, как не прописан и перечень категорий резервистов, которые подпадают под действие данного закона. Цитирую корреспондент.нет. 30 марта Верховная Рада приняла закон номер 3553, который предусматривает реформирование системы военных комиссариатов. Он также позволяет призывать без мобилизации резервистов в случае особого периода и значительно увеличивает наказание за уклонение от воинской службы. За неявку в военкомат по повестке, несвоевременную постановку на учет, утерю военных документов или их порчу увеличены штрафы в 15 раз. Теперь, в случае обострения на фронте или нарушения украинских границ, государство сможет призвать на службу резервистов без объявления мобилизации. То есть создается новый вид военной службы, военная служба по призыву лиц резервного состава в особый период. Мобилизация может осуществляться в любые войска, от ВСУ до Нацгвардии, но не более чем на полгода. Согласно внесенным изменениям ВУК, уклонение от призыва на военную службу лиц из числа резервистов в особый период наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Кроме того, согласно принятого закона, теперь официально запрещается принимать на работу граждан без наличия военного билета. То есть мужчинам без военного билета теперь официально работу не найти. Либо умирать с голоду, либо это делает человек, который избирался под лозунгами «остановить войну». При этом делается все очень красиво. Войну не объявляют, но говорят, что они воюют, не объявляя войны. Войны нет, а дезертиры есть и новый закон против них, до пяти лет лишения свободы, и последнее, не объявляя мобилизации, проводят мобилизацию, классика жанра, круг замыкается, бежать некуда, только на фронт. Порошенко на все это смотрит и думает, а что так, оказывается, можно было. Зеленский уже перещеголял в этом вопросе и его. Надеюсь, все понимают, что данная политика Киева – это навсегда. Мы уже пережили двух президентов, стало только хуже. Потому что они люди подневольные, находящиеся под внешним управлением. Сменился хозяин Белого дома, ужесточилась риторика Киева. Но вектор движения Украины на отрыв от России и создания на ее территории враждебного РФ государства не изменился. И не изменится уже никогда, пока она будет находиться под внешним управлением. И если мы ничего не будем с этим делать, то ничего и не изменится. Русофобия, нацизм, подготовка к войне будут и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Что мы будем делать с этими саблезубыми тиграми, которых они наплодят за это время, я не знаю. Но надо отдавать себе отчет, само по себе оно не рассосется и никуда не денется. При этом формируется государство, у которого всегда есть формальный повод для войны с РФ. И когда оно решит активировать эту кнопку, оно само не знает, а знают только его кукловоды из-за океанской метрополии. И уж они-то так просто от такого рычага давления на нас, не откажутся, и что потребуют взамен, мы можем только гадать. Какое решение данного вопроса? Оно либо политическое, либо военное. Вам какое больше нравится? Либо мы их присоединим к себе политическим путем, например, путем создания союзного государства. Либо они нападут на нас. Третьего не дано. Ждете, пока Украина сама по себе развалится под грузом экономических проблем. Ждите. Долго ждать придется. Это торпеда, которую будут поддерживать на плаву ее кураторы до тех пор, пока она не выполнит свою миссию. Не торпедирует РФ. Надеяться на местное население, которое восстанет против зеленой, или какой другой предыдущей, ей на смену тирании, не приходится. Население полностью деморализовано, лишено своей политической представленности и скорее пойдет на войну, умирать за Зеленского, чем выйдет на банковую его свергать. И обвинять их в этом нельзя. Вы много помните протестов против Гитлера году так в 1940-м. Более того, даже в апреле 1945 года немцы еще вовсю записывались в Фолькштурм и Гитлер-Югент и шли умирать за Третий Рейх. Стадо, скажите. Да, человек-коллективное животное и Геббельс это убедительно доказал. А сейчас у украинских последователей Геббельса инструменты-то похлеще будут, чем у их фашистского кумира для тотальной дебилизации населения. Англосаксы вообще мастаки по этим вопросам. На их счету уже не один десяток стран, разъединенных по национальному, религиозному, языковому и какому еще угодно признаку. Вам нужны примеры. Вон Индия с Пакистаном две ядерные державы, две части одной некогда страны, до сих пор между собой воюют за два штата Джама и Кашмир. Ирландия и Северная Ирландия, Кипр и Северный Кипр, теперь к ним добавились еще и Россия с Украиной. Молдавия с Приднестровьем, Армения с Азербайджаном и Грузия с Абхазией и Южной Осетией. Мало. Скоро они возьмутся за Татарстан и Башкирию. Дождетесь. Нагнетание по всем доступным каналам, как ужесточился в последнее время информационный фон. Я уже не говорю про отключение от эфира трех оппозиционных каналов, хотя не могу не отметить синхронность их отключения с приходом нового старого белого господина в некое здание по адресу. Пенсильвания, Авеню, 1600. Вашингтон, округ Колумбия три года, значит их терпели. А тут, на тебе, терпелка кончилась. А чего? Понятно чего, взят курс на войну. Незачем под ногами путаться, народ отвлекать от идеологически верной информации. И понеслась со всех утюгов Россия агрессор, стягивает войска, ведет к конфронтации, возобновила обстрелы, подвозит технику, срывает переговоры, готовится к провокациям, направленным против мирного населения. А с этого момента повнимательней провокации против мирного населения. К чему бы это? Если предупреждают, значит будут. Спишут, как всегда, на руку или ногу Кремля. Картинку обеспечат, мировое сообщество содрогнется. Не Боинг, конечно, но дом на Коширке вполне может быть. Террористы донецкие и кремлевские, что с них взять? И тогда, конечно, вся сила украинской армии обрушится на. А вот на кого она обрушится, я как раз еще не знаю, но вариантов немного, либо Донбасс, либо Крым. Но за отрицание агрессии РФ на Украине уже светит срок до пяти лет. В парламенте зарегистрирован законопроект номер 4189 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за публичное отрицание факта вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории Украины. Проектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 436.2 Публичное отрицание факта вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории Украины. В частности, за публичное отрицание факта военной агрессии РФ в Украине, оккупации Российской Федерации части территории Украины и ведения Российской Федерации гибридной войны против Украины, а также изготовление и распространение материалов с таким отрицанием, предложено установить штраф от 51 тысячи до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до пяти лет. ГУР уполномочен доложить. И вот совершенно свежая информация. Нам разведка доложила точно. Украинская служба разведки сообщила о возможных провокациях со стороны РФ на линии соприкосновения на востоке Украины. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о том, что РФ завершила комплекс мероприятий, целью которых было побуждение Украины к военному ответу на провокации на востоке страны и планирует вести на Донбасс регулярные войска. Об этом говорится на сайте ГУР. Россия также планирует расширить российское военное присутствие на территории так называемых ДНР и ИЛНР за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан. На самом деле граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ. Говорится в сообщении. Управление разведки отмечает, что возможно продвижение российских войск вглубь территории Украины. Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях ВСУкраины и миротворческих мероприятиях РФ в ответ. Отмечает ведомство. Ранее высокопоставленный американский чиновник заявил, что тысячи российских солдат стягиваются к границе с Украиной, что может привести к эскалации конфликта на Донбассе. За день до этого начальник генштаба главнокомандующий ВСУ Руслан Хамчак заявил, что Россия не готовит нападения на нашу страну, но такая угроза сохраняется. Напомню, что еще в августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего СОВСУ. Он считает, что в условиях перемирия изменились задачи СО. Теперь перемирие сорвано, силам спецопераций есть чем заняться. Перед этим Зеленский заявил, что военная техника должна быть на востоке, а не на параде в Киеве. А большой парад в стране устроит, когда она вернет все свои территории. Кажется, большого парада ждать осталось недолго. Или вам кажется, что я сгущаю краски?